друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки ну что ж сегодняшний день точно все будут говорить о том что происходит с рынком золото и я думаю что мы тоже не исключение потому что уверен друзья многих из вас волнует вопрос докуда может продлиться этот коррекционный откат в последнее время когда рынок драгоценных металлов показывал мощную бычью динамику общаясь с коллегами опять же была вероятность того что коррекция неизбежна я много раз уже отмечал тот факт друзья что любая трендовая динамика это борьба покупателей продавцу сейчас мы как раз видим как локальная инициатива перешла к продавцам по поводу значения до куда золото может просесть уровни назывались разные 2000 1950 самая пессимистичная оценка была 1900 но судя по тому что золото сейчас находится на отметке 1881 коррекция оказалась более значительной чем предполагали мощное снижение золото доказывает тот факт что в этом активе было очень много спекулятивного капитала спекулятивный капитал ставим знак равно это капитал который очень сильно зависит локальных рыночных настроений то есть это капитал который собран очень пугливыми инвесторами соответственно когда начинается подобие паники панику могут спровоцировать распродажи этот капитал начинает активно из инструмента выходить и вот можно провести параллели с тем что происходит сейчас на американском фондовом рынке ситуация очень похожи поэтому имейте ввиду считайте что если наложить распродажи по золоту вчерашнего дня на то что происходит сейчас и может произойти с индексами nasdaq dow jones и снпи мы скорее всего через какое-то время в свое время будем наблюдать там тоже самое потому что американский фондовый рынок это тоже сейчас кладезь и спекулятивного капитала по поводу новостного фона если что то такое что могло бы сейчас вот точно объясните почему золото такая лихо просела и тут вот самое интересное на самом деле новостной фон существенно не изменился ну разве что можно отметить тот факт что россия стала первой страной которая зарегистрировала вакцину от коронавируса об этом вчера сообщил а президент и рф очень много критики сейчас в отношении этих заявлений в отношении самой м вакцины поскольку считают что она не прошла достаточной проверки и вообще есть сомнения по поводу ее чудо действенных их исцелительных свойств друзья я честно говоря не знаю насколько эта вакцина эффективна но все-таки факт остается фактом такого рода прецедентов еще не было были разговоры о том что в процессе разработки но в итоге сейчас есть хоть что-то кстати говоря будет очень интересно послушать ваши комментарии ваши точки зрения относительно того сможет ли россия добиться прорыва в этом вопросе также отметим что действительно распродажи золота совпали именно с выходом этих заявлений и если попробовать связать все это можно сказать что золото стали сбрасывать потому что на фоне этих заявлений на фоне улучшения ситуации со статистикой негативные по факту распространения пандемии появилась ожидания и надежда на то что мировая экономика сможет победить пандемию к вид 19 опять же я обеими руками за то чтобы это произошло как можно быстрее но я думаю что тема пандемии она так просто нас как трейдеров и мировую экономику в покое не оставит поэтому в отношении рынка золота еще раз отмечу друзья то что коррекция сейчас вряд ли опирается на какое-то объективное стоящее мощное фундаментальное основание знаю то что многие из вас задавались вопросом о том стоит ли покупать золото на тех уровнях которые мы наблюдали вот буквально день назад сейчас когда рынок драгметаллов откатился для тех кто все-таки не приобщился к тому ралли который мы видели считайте что это подарок чтобы вы еще раз осмыслили и оценили перспективы золото того же самого серебра и пришли к выводу захотите ли вы в этот раз упускать возможность на мой взгляд крайне предсказуемого восстановления рынка золота который последует дальше мы в качестве причин раньше поддержки золота отмечали еще ситуацию вокруг отношений сша и китаем они друзья продолжают ухудшаться трамп вчера сделал заявление о том что сделка торговая сделка первая фаза вообще ничего не значит его это заявление которое пришло на рынок буквально за несколько дней до старта очередного этапа переговоров и обсуждения текущих торговых договоренностей надо проверить еще когда это эти переговоры возобновятся по моему в пятницу либо а в субботу но в общем под конец недели у нас точно будет какая-то дополнительная информация также в отношении перспектив золота сейчас многие долгосрочно ориентированные трейдеры готовятся к выборам и считают что по факту на выборов золото в сша конечно же он сможет просесть я не разделяю такую точку зрения потому что если мы вспомним например тот же самый 16 год борьбу линтон и трампа победа трампа привела к тому что золото восстановилась от пяти до семи процентов прибавила точно и я думаю то что а под конец года на фоне политической неопределенности золото также отработать себя как защитный инструмент поэтому друзья я думаю что вопрос стоит ли покупать золото он сейчас не актуален потому что золото уже очень сильно скорректировались остается только действовать я надеюсь то что вы примете верное решение индекс американская валюта 93 81 доллар смог восстановиться продолжив локальный рост еще с пятницы то есть как бы на старых дрожжах когда вышли данные по нон фарм апперс сейчас опять же непонятно как на американскую валюту должно повлиять должен повлиять ход переговоров между республиканцами и демократами относительно нового фискального фонда помощи для экономики то есть и трампа может быть в обход конгресса протащил законопроекты указы они вроде бы как действует но тоже очень много вопросов к ним например те же самые пособия которые сейчас финансируются их выплата не за счет федерального бюджета за счет региональных бюджетов штатов которые многие из которых сейчас столкнулись серьезными долговыми проблемами то есть можно сказать что вот эти обещанные выплаты они не будут стабильными такими как раньше и как ни крути но все-таки придется вернуться к обсуждению вопроса фискальных стимулов непосредственно в рамках конгресса а те почему-то на данном этапе не очень-то проявляют проактивную позицию в плане согласования этого фонда вот вчерашний комментарии лидера республиканцев о том что вторник прошел стороны не обсуждали именно сроки выхода на какой-то компромисс а либо даже не обсуждали дату когда к этим переговорам можно будет вернуться вот как раз на этом фоне я думаю что он рынок и еще и потрясло и в целом полагаю что волатильность на площадках в связи с этим сохранится в сухом остатке по индексу американской валюты я уже много раз говорил друзья неважно когда сегодня завтра послезавтра через неделю но этот фонд фискальных стимулов согласует протащит его через федеральный бюджет и тут мы заговорим о рисках инфляции как и раньше индекс цен производителей компонента индекса потребительских цен которая вышла вчера указала на то что инфляция в штатах растет базовое значение без учета продовольственных товаров и цен на энергоносители выросла на 0,5 процента с минус 0,3 процента в месячном выражении сегодня у нас в 15-30 индекс потребительских цен я думаю что мы также сможем увидеть прироста общего показателя инфляции который по идее может стать еще одним фактором давления на американскую валюту в отношении доллара друзья лично я сохраняю свой медвежий прогноз и считаю что по индексу мы точно сможем добраться до на планке 92 по нефти смогли мы все-таки вернуться коррекционной динамике 44 59 сейчас я продолжаю опять же настаивать на том что рынок очень сильно переоценивает или лучше скажем друзья недооценивает риск все-таки падения спроса и негатив который может прийти по случаю еще большего ухудшения отношений между сша и китаем об этом в принципе мы можем узнать уже концу это их недели сегодня данные по запасам 1730 по московскому времени если мы увидим прирост объемов нефтедобычи в штатах что вполне реально учитывая насколько сильно выросли котировки wti нефть может перейти к еще больше коррекции и в принципе я буду этом рад потому что еще с конца прошлой недели нахожусь в коротких позициях что касается фондового рынка помню в комментариях друзья был вопрос спрашивали вы касательно того куда сейчас лучше посмотреть на какой индекс обратить внимание я считаю что это индекс и сын пи который пока не добил прежних локальных максимумов и не переписал их то есть и сын пида как бы отстающий сейчас индекса который тянется тащится за нас даком и доу джонсон по поводу и сын пи сейчас котировки три тысячи триста тридцать два пункта максимум прежний три тысячи триста девяносто шесть я думаю три четыреста мы точно увидим потому что фондовый рынок точно поддерживает вот этот новый пакет фискальных стимулов решения о котором может быть все принято уже вероятно либо до конца этой недели либо до следующей то есть новые деньги приток ликвидности и как и раньше это тот фактор который способствует росту капитализации фондовой секции часть этих денег точно пойдет в направлении фондового рынка тем более что сейчас еще и ситуация с коронавирусом штатах явно улучшилась суточный прирост меньше 50 тысяч то время как еще неделю назад а мы фиксировали значение выше 70 тысяч короче друзья и сын пи в лонг на этом все всем большое спасибо за внимание всем пока